Итак, исторический прецедент. Как правило, мобилизационная экономика — это феномен, который реализуется в той или иной стране, иногда в наднациональном пространстве, в интернациональном пространстве, как правило, в условиях военных столкновений и войн. Но не только. Причиной могут быть внутриполитические катаклизмы и природные катастрофы. Главный параметр. В этих условиях, когда возникает необходимость перехода к мобилизационной экономике, как правило, невозможно поддержание традиционных механизмов существовавших до данного момента, имеющих в XX-XXI веках, как правило, форму механизмов рыночной экономики. Как правило, но не всегда. Более того, в ряде случаев модель мобилизационной экономики используется для выхода из глубокого кризиса, вызванного геополитическими, в частности, войной, потрясениями, природными катастрофами или внутриполитическими глубокими проблемами. Еще одна оговорка. Не всегда выход из глубокого кризиса осуществляется при помощи мобилизационной экономики. Экстраординарных методов. Понятия мобилизационной экономики, как таковое, строго отсутствуют. Как правило, имеется в виду набор жестких административных мер, государственных мер, которые носят характер изменений, причем разовых изменений. Они могут быть долгосрочными, но разовых изменений во правилах игры, использовании волевых методов воздействия на экономику и задействовании вообще неэкономических методов экономического развития. Пояснение по поводу волевых методов. Государство может использовать силу административного приказа безотносительно к рыночным стимулам, которые существуют, безотносительно, скажем, к предыдущим правилам игры в области промышленной политики, стимулирования, налогообложения, финансирования предприятий и так далее. Мы вводим приказом ситуацию, когда для оборонного заказа создаются условия, обязательные для выполнения, это касается поставок, закупок, цен, качества и так далее. В случае невыполнения этих новых административных указаний государства принимаются меры неэкономического, ну может быть и экономического, но и неэкономического характера. То есть и экономического, и неэкономического характера, или одно из них. Вы не выполняете оборонный заказ, вас штрафуют. Вы не выполняете оборонный заказ, вас снимают с должности, если это частное предприятие, закрывают частное предприятие или национализируют частное предприятие. Меры экстраординарные. Проходите, друзья. Нарушающие правила игры и ставящие предпринимателей государственных частных условия, когда они вынуждены ориентироваться на текущие, сегодняшние административные указания. Мобилизация может происходить так же за счет не волевых, а политико-идеологических и даже культурно-нравственных методов. То есть в политико-идеологическом пространстве активно создается методами пропаганды, агитации, прямого политического воздействия атмосфера, в которой выполнение заданий и правил мобилизации становится, если не обязательным, то есть оно является либо обязательным, либо осуществляется под сильным давлением. Ну, в частности, создается атмосфера, в которой главной задачей является решение общенациональных целей, обороны, проведение военных операций, я использую предельно нейтральные термины, или решение какой-либо другой задачи. Скажем, это может быть наоборот, подготовка к агрессии, если смотреть на исторический период, когда надо в течение нескольких лет создать мощный оборонительный потенциал. И всякий, кто действует вне этого пространства, выпадает из политического, идеологического основного дискурса в данной стране. Вас объявляют непатриотичным, противодействующим интересам страны, создается соответствующая атмосфера на микроуровне, если вы работаете в определенном регионе, или в определенном коллективе, или в определенной отрасли, или в национальном масштабе, если это крупное общенациональное значение предприятие. На вас осуществляется политико-идеологическое давление. Не обязательно сажают в тюрьму, но вас просто исключают из пространства, в котором вы можете функционировать, как такой же гражданин, как и все остальные. По факту вы становитесь другим гражданином. Гражданином, который не реализует общенациональные задачи, которые объявлены приоритетными. Культурно-нравственное давление. Нравственным императивом, формируемым в том числе через культурное пространство, кино, интернет, если говорить о современном, стихии, песни, музыка, общение через определенные структуры гражданского общества. Позиционируется так, чтобы работать на общенациональную, ну или во всяком случае предложенную государством цель. Если вы на эту цель не работаете, как правило, она сопряжена с политико-идеологической целью, то вы оказываетесь аморальным и вне культурным субъектом. Это политико-идеологические и культурно-нравственные стимулы реализации задач мобилизации. То есть, по сути дела, главным становится механизм не чисто экономический, социально-экономический, будь то плановая экономика или будь то рыночная экономика, может быть даже феодальная экономика. А механизмы, связанные с конкретной ситуацией, для решения проблем которой создается, собственно, сам план, или сама программа мобилизации, или просто осуществляются мобилизационные действия. Почему я сказал, что экономика может быть разной? Обычно говорят о введении мобилизационной экономики в рыночном пространстве. То есть, относительно свободные частные собственники или другие акторы рынка, скажем, государственные предприятия, функционируют по законам рыночной конъюнктуры, ну и некоторого государственного регулирования и корпоративного манипулирования. Они производят продукцию, они покупают продукцию, они осуществляют финансирование, они выполняют определенные правила игры, соблюдают, но в целом главный регулятор это рыночно-капиталистическая система отношений и соответствующие критерии прибыли, объем продаж и так далее. Обычно в качестве мобилизационной предполагают модель, которая вводится в такой рыночной системе и несколько ее видоизменяет, а то и попросту ломает. Может происходить система, то есть мобилизация в условиях плановой экономики, вот опыта Советского Союза, когда меняются планы нормального, спокойного, мирного созидания экономики. Вы определяете в плане на 5 лет приоритеты в области науки, образования, здравоохранения, освоения новых территорий, создания качественно новых отраслей промышленности или еще чего-то. Вводится мобилизационный план, старый пятилетний план подвергается коррекции или попросту ломается, и проблема решается совершенно другая. В условиях подготовки войны, начала войны, восстановления после войны, если говорить о конкретных примерах Советского Союза. Ну и наконец, феодальная система, это может быть нормальная размеренная жизнь какой-нибудь монархии, я не знаю, Франции 17 века, в которой военная ситуация, угроза войны или ведение войны меняет правила игры. Вместо стандартных форм барщины, оброка и других платежей крестьян, вводится мобилизация, их забирают в солдаты. Оставшиеся бабы и дети вынуждены, тот самый оброк, платить по-прежнему феодалу, неизвестно каким образом выполняете обязанности. Сам феодал с его дружиной мобилизуется для ведения боевых действий, а не для того, чтобы оперовать в свое удовольствие. А если он не мобилизуется, его просто казнят, ну или предпринимают какие-то другие шаги. То есть нарушается в любом случае вот эта вот модель, стандартная существовавшая до этого модель игры. Вот это мобилизационная экономика. Второй момент, который я хотел осветить, это два примера мобилизационной экономики. Российская империя, вступившая в Первую мировую войну, и Советский Союз, включившийся в, ну тоже Вторую мировую войну, но для нас Великую Отечественную войну. Они существенно различны, результаты различные, обстоятельства различные, но примеры весьма и весьма поучительные. Российская империя. 1913 год считается вершиной развития Российской империи по многим показателям, включая рост валового продукта, рост промышленности и многие другие. Но в какой ситуации входит Россия, точнее выходит из этого 1913 года и входит в 1914 год, когда начинается мировая война? С одной стороны активное развитие промышленности, с другой стороны ключевые отрасли промышленности находятся под контролем иностранного капитала. Самая передовая отрасль того времени, электричество, все что связано с производством электроэнергии и использованием электроэнергии. Сименс и другие немецкие компании. Добыча нефти. Французы, англичане и стоящие за ними Соединенные Штаты Америки. Финансы. Огромные долги Франции и другим странам. Основные заказы государственные, идущие через Царский двор. Ключевое министерство, это министерство Царского двора. Расходы этого министерства на содержание Царского двора превышают расходы на народное образование. В этот момент, как раз в эти годы, впервые вводится обязательное начальное образование. С огромным запозданием, потому что в России очень высокий уровень неграмотности. Элементарно солдат с трудом понимает, где право, где лево. Сено-солома ушло в прошлое. Кстати, знаете, что такое сено-солома? Нет. Это когда солдатам привязывали к одной ноге сено, другую салома, потому что что такое лево-право, они просто не знали. Командир командовал сено-солома, сено-солома. Левый-правый, да? Раз и два. Ну вот сено-солома уже было в прошлом, но половина солдат, или две трети солдат, точнее, было абсолютно неграмотными. Основные, как правило, функционально неграмотными. То есть с трудом разобрать по слогам они что-то могли в тексте, и с трудом соображали с арифметическими операциями небольшого масштаба. Вот эта обстановка, к тому же уровень коррупции оставался весьма значительным. Вводится мобилизационная экономика. Как работает в этой системе мобилизационной экономики Российской империи совокупность тех экономических механизмов? Первое. Оборонные заказы, в данном случае военные заказы, потому что где-то было наступление, где-то отступление. Военные заказы становятся наиболее выгодными. Начинается активная борьба за выполнение военных заказов со стороны частного бизнеса. Борьба за выполнение военных заказов, оказывается, безусловно, взаимосвязана с коррупцией. Коррупционные сделки, вплоть до воздействия на операции воюющей армии, оказываются одним из важных механизмов регулирования экономической жизнедеятельности. Гражданская промышленность сворачивается. Мобилизация населения осуществляется в основном за счет крестьян и нескоквалифицированных рабочих. Чтобы вы понимали, начало 19 века это рабочий металлист в машиностроительном предприятии, металлургическом предприятии. Это элита, это примерно как айтишник в современных условиях, если не круче выражается современным языком. Поэтому, когда вам скажут, что в Петрограде слесарь получал большие деньги, то не удивляйтесь, этих слесарей было максимум 1 миллион на всю Российскую империю. И действительно, они получали довольно прилично, то есть могли позволить себе снять 2-3 комнаты или маленький домик. Но это примерно то же самое, что я сейчас говорю, айтишники, которые получают 200-300 тысяч в современных условиях. Если вы скажете, что в России люди живут на 200-300 тысяч, я думаю, большинство с вами как-то не согласится. То есть воевать идет в основном обездоленная часть населения, аграрная сфера теряет производителей, сокращается объем поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья для других нужд. На рубеже 16-17 года царское правительство, кстати, не большевики, царское правительство вводит проторазверстку. Это меры царского правительства. Зима 16-17 года, в крупных городах голод. И, собственно, февральская революция 17-го года, если вы знаете историю, началась из-за того, что женщины вышли на улицу, от того, что их дети умирали голодной смертью, буквально в Петрограде не было черного хлеба. В Елисеевском магазине и других магазинах на Невском продавались ананасы, шампанское, куропатки, булки, пирожные и так далее. Но действует по принципу Мария Антоняты. Знаете, знаменитая, когда ее почти казнили. Говорят, почему там бутует народ? Они говорят, что нет хлеба. Ну какая разница, нет хлеба, ешьте пирожные. Вот это как раз такая ситуация, когда пирожные в большом количестве, ешь и на нос, и рябчика в жуй день, твой последний приходит буржуэт, не случайно появились строчки, и голод. Женщины выходят на улицу. За ними на улице выходят мужья, оставшиеся, у которых есть бронь. Полиция не спешит. Войска не хотят стрелять. Уже до этого они просидели в окопах и поняли, что эта ситуация не ведет ни к какому результату. Позиционная война в течение трех лет. Собственно, и происходит революция, когда армия переходит на сторону восставших, рабочих, женщин и всех остальных. Крестьяне начинают делить землю. И мир по факту начинается с того, почему лозунг мира был в тот момент. Потому что крестьянство уходило с фронта для того, чтобы переделить помещичью землю, потому что аграрный вопрос оставался ключевым в России. Иными словами, почему я рассказал всю историю очень коротко. Мобилизационная экономика, по сути дела, не разрешила, а усилила противоречия существовавшей системы. Вообще, как правило, мобилизационная экономика интенсифицирует прежнюю систему. Если в ней были заложены возможности ускоренного развития, то задействование волевых, административных, насильственных мер, политико-идеологических мер, культурно-нравственных мер этот потенциал усиливает. Так невозможно работать все время, но на время возможен форсаж. Как здоровый человек, если он по-настоящему обладает потенциалом, неиспользуемым в полную силу, в условиях форсажа какое-то время он может позволить себе очень многое. Говорят, что для спецназа используются специальные средства, которые на двое суток максимум способны интенсифицировать деятельность человека в полтора раза и более. Мощная мобилизация всего организма. Вы принимаете таблетку, скажем, или еще что-нибудь, и способны бежать, бегать, прыгать, не спать и так далее гораздо сильнее, чем врач. Если эту таблетку принимает больной человек, он просто помирает. Вот примерно то же самое происходит в условиях мобилизационной экономики. Если система полна глубоких противоречий, то в условиях попытки мобилизации она идет в разнос. Противоречия обостряются, система становится трудноуправляемой, грозит развал. Если эта система внутренняя сильна, существуют на самом деле внутренние возможности, потенциал ее форсирования, то она решает проблему мобилизации и выходит на новый этап. Хотят дорогой ценой. То есть в любом случае цена большая, но результаты разные. Пример Советского Союза во время Великой Отечественной войны тоже очень интересен. 37-39-40 год это очень тяжелый период и одновременно героический период. Это действительно массовые репрессии, только не надо впадать в раж. Я до сих пор не забуду академика Яковлева, который в последний год перестройки Советского Союза выступал с большой трибуны. Он был до этого руководителем политического управления Советской армии, потом большим идеологом в ЦК КПСС, и в конце стал большим критиком Советской системы. То он рассказывал, что в сталинскую эпоху было уничтожено 150 миллионов человек. Учитывая, что все население было порядка 200, то это все очень сложно, даже с учетом нескольких лет. Это очень трудно. И очень пафосно, с цифрами в руках, с примерами и всем остальным. На самом деле это массовые репрессии в армии, среди руководящих работников партии и сотрудников НКВД, секретной службы. Силовых структур, как сейчас модно говорить. Кстати, обратите внимание, в основном репрессировали не интеллигенцию. Главным образом была внутренняя борьба. Почему, какая, я сейчас не буду... Но это одна сторона медали. Другая сторона медали, это достаточно массовая, я бы сказал так, по-настоящему массовая. Создание новой экономики, темпа роста порядка 10% и более. В ключевых шерах промышленности, энергетика, транспорт, и особенно наиболее передовые отрасли, авиастроение, автомобилестроение, танк-тракторостроение, энергетика. Темпы двузначные. Социалистическое соревнование с энтузиазмом и кучей бюрократических извращений, но с реальным энтузиазмом. И даже те, чьи семьи были подвергнуты этим репрессиям, есть очень интересные воспоминания людей далеких от коммунистических идеалов о том, что это было время радостное и событийное. Страна искренне радовалась Чкалову, Челюскинцем и многому другому. И очень быстро развивалась, при глубоких противоречиях. Соответственно, ситуация с мобилизацией. Да, перед войной вводится жесткое прикрепление рабочих и крестьян к месту работы. Если ты прогуливаешь, могут быть прямые административные воздействия, вплоть до тюрьмы или лагерей. Вводится целый ряд механизмов, усиливающих финансирование и развитие оборонных отраслей за счет гражданских. Это все было. Но ситуация 41-го года. Я просто хочу подчеркнуть, в какое положение вошла экономика Советского Союза. С одной стороны, Советский Союз. В этот момент фактически без союзников. С другой стороны, вся Европа. Я подчеркиваю, обратите внимание, я об этом уже говорил, я просто еще раз хочу подчеркнуть. Часто сравнивают потенциал Советского Союза и Германии. На самом деле, Советский Союз воевал против всей Европы. Франция, Бельгия, Голландия, Дания и так далее. И Швеция союзная. Финляндия, Испания, Португалия, фашизм. Италия, фашизм. Вся Восточная Европа либо оккупирована Германией, либо дружественные режимы в Югославии, в Болгарии и так далее. То есть, фактически, весь европейский континент потенциал в разы больше, чем у Советского Союза. Соответственно, война и переход к супермобилизационной экономике чрезвычайно обостряют противоречия. С одной стороны, кулаки и многие другие становятся полицаями. Армия Власова – это тоже феномен. Я уже не помню сколько, но порядка сотни тысяч человек. И не только эти. С другой стороны, при всех противоречиях довольно быстро возникает внутренняя мобилизация. И осуществляется эксординарная эвакуация предприятий. И они создаются с нуля на пустом месте и работают. Причем все это происходит в условиях, когда взяток номенклатура практически не берет. Но где-то какие-то дельные случаи могут быть единичные. В большинстве случаев работает вплоть до смерти на рабочем месте. Вот у меня друзья из Магнитогорска. Директор металлургического кабинета во время войны умер от переутомления. Крупнейший металлургический. Просто умер от переутомления. Не убили ничего. Здоровый мужик. Это был достаточно типичный пример. Вот эта ситуация. Обострение противоречий и все-таки решение проблемы на базе прежней экономической модели. Плановая система не потребовала перестроить. Если интересно, посмотрите статью Андрея Колганова, моего друга из автора. В вопросах политэкономии, когда был юбилей победы, резко возрастает число новшеств, изобретений в области технологии, организации производства, управления и даже бухгалтерского учета. При этом материальное стимулирование существовало, но незначительным было. Просто не за счет чего было, как это осуществлять. Система выдержала. Огромной ценой, напряжение и так далее, но не развалилась и более того, общего говоря, по сути дела, вышла укрепившись. Хотя дорогой, очень дорогой ценой. Это вот второй пример. Соответственно, встает проблема, что сейчас в современной России. Ну, прежде всего, абсолютной необходимости в мобилизационной экономике нет. То есть, пожалуй, главная проблема современной экономики, это не то, что называют операцией, а то, что касается санкций и других мер по экономической изоляции. Да, они достаточно жестко повлияли на страну. Заморожены до половины средств стабилизационного фонда, которые хранились в золото-валютных резервах, то есть в валюте США и Европы, и ценных бумагах этих стран. Незначительная часть, ну, несколько увеличилась к 22-му году, в золоте. Золото тоже не все лежит на территории России. Ну, кстати, это интересный феномен. Подавляющее большинство стран, которые категорически не доверяют Соединенным Штатам и считают их агрессором, хранят резервы в американских ценных бумагах и в долларах. Никто всерьез об этом не задумывается. Мы с 2014 года находимся под санкционным давлением. У нас постоянно конфликтная политико-идеологическая риторика. Тем не менее, все эти годы страна хранила полтриллиона больше в долларовом исчислении ресурсов, не вкладывая в российскую экономику, не доверяя российскому рублю, не доверяя российскому бизнесу и государственным ценам бумагам Российской Федерации хранила в золотовалютных резервах наших потенциальных противников. Любопытный феномен. Просто я его констатирую, не комментируя сейчас. Ну да, потеряли почти половину этих ресурсов, замороженными. Возможно, их вернут. Да, безусловно, сократились возможности поставок оборудования. Прежде всего, эта проблема существует. Проблемы в области финансовых операций. Продаж энергоресурсов Европа в значительной степени отказалась от российского газа. Цены на газ вернулись к уровню начала 22-го года. Ну и, честно говоря, надо немножко спокойнее относиться к информации о трагедии и кризисе Западной Европы, ну и вообще Европейского Союза, поскольку при всех недостатках и проблемах, которые там есть, рост за 22-й год ожидается на уровне 3%. То есть даже стагнации нет. Они как росли примерно 3% в год, так и растут 3% в год. Вот. Но, тем не менее, значит, мы потеряли, безусловно, от того, что стали покупать меньше газа. Проблемы с ценами на нефть. Для российской нефти и объемами поставок этих ресурсов. То же самое касается удобрений и ряда других сырьевых товаров. Но возможности компенсации за счет азиатского континента, прежде всего Китая, Африки и даже на Латинской Америке существуют и используются. То есть катастрофической угрозы санкции не представляли и не представляют. Аналогичной с войной. Или близкой хотя бы к войне. Поэтому ситуация не настолько жесткая. Мобилизация 300 тысяч молодых людей, это некоторая потеря для российской рабочей силы, перед дислокацией потеря не физической людей, а рабочих мест. Но она опять-таки катастрофических последствий не несет. То есть пока ситуация такова, что мобилизации не требуется. Чисто абсолютной необходимости внешне. Другое дело, что до 2021 года включительно, точнее до 2022 года, если 2021 год включительно, российская экономика развивалась последним, давайте оставим в стороне ельцинский период, последние 20 лет со средним темпом плюс 1% в год. Самые большие оптимисты, около 2. То есть мы на протяжении тех 20 лет все больше и больше отставали от Западной Европы, от Соединенных Штатов, не говоря уже о Китае, в темпах развития. Задачи опережающего развития не решали все эти 20 лет. Наоборот, было отстающее, в развитии отстающая, как-то нонсенс, отстающая динамика была характерна для российской экономики. Поэтому перед российской экономикой существует выбор не столько мобилизации, сколько глубокого реформирования экономической системы с целью качественного изменения, сложившейся в течение 20 лет модели, не обеспечивающей достаточное качество и количество развития. То есть задача другая. Немобилизационная экономика, когда срочные пожарные экстраординарные меры требуют ломки и политического, и идеологического, морального, культурного и административного воздействия на экономику с целью решения пожарных мер. Ну, такие есть проблемы, но они не смертельные. Проблема стабильная, системная на протяжении десятилетий всей существующей политической и экономической системы, накопившейся. Вот это принципиально отличает ситуацию сейчас от ситуации в предшествующей эпохе. При этом реально политико-идеологическая и экономическая ситуация находятся в таком, сказал, разноплановой динамике, что ли, модели функционирования. Экономическая система включает ряд экстраординарных мер для форсирования оборонного, ну, военного производства, военного заката. Там вводятся низкие процентные ставки по кредиту, налоговые субсидии, государственные инвестиции. В основном это все идет в достаточно пожарном режиме, разовых мероприятий, которые осуществляются конкретными ведомствами или высшими органами государственной власти. Возможный был бы вариант начала 22-го года, переход к модели, которая более активно использует плановые методы развития. Ну, скажем, мы планируем существенное изменение экономической структуры. Если мы не усиливаем там развитие образования, здравоохранения, медицины, жилищного строительства и прочее, считая, что это сейчас неактуально, увеличиваем объем военного производства, то дальше мы создаем план развития военного производства. И это не на год, потому что многие виды вооружений произвести и расширить производство очень сложно, а на длительный период. Кстати, что касается новейшей техники, в интернете есть открытые данные, совершенно не секретные. Обратите внимание на динамику. Вот мужчины, может быть, следят, там, скажем, современные самолеты, суховы или еще что-то, разработки. Посмотрите количество штук, которые произведены. В данном случае вы увидите цифры 16. Я по памяти сейчас говорю, для новейших моделей самолеты. Обратите внимание на стоимость этих машин. Ну и всего остального. Там кармата, сколько их произведено. Я не буду сейчас по памяти цитировать, но проверьте просто для себя. То есть экономика, прежде всего, это не сконструировать танк или сконструировать самолет, а сколько он стоит, если возможность его производства в массовом масштабе, серийно, достаточно короткий объем времени, с обеспечением ремонта, эксплуатации и всего остального. Желательно так, чтобы на нем не стояло программное обеспечение, к этой запчасти, которые поставляются из стран НАТО. Вот поэтому вот этот, действительно, такой план был бы необходим. Возможно, что-то такое есть. Как работает этот механизм, пока понять довольно сложно. Но я, к сожалению, не нашел сейчас признаков того, что в стране есть основания для принятия серьезного пятилетнего плана, который бы работал на качественные изменения экономической системы и соответствующих реформ в области отношений собственности, распределения и всего остального. Дальше я могу рассказать то, что можете посмотреть в серии телепередач, я просто буду сейчас говорить более строго, если захочется такой упрощенный публицизированный вариант, то пожалуйста, «Московские комсомольцы» серия статей, тыкайте «Бузгалин МК», там штук пять статей было за последнее время. Ну, не все по этой теме, но три-четыре было. По поводу Тришкиного кафтана и многого другого. И передача на ОТР. То же самое, просто фамилия, общественная телевидение России, там программа, есть личное мнение «Бузгалин». Где-то раз в две недели примерно, не регулярно, но примерно. Значит, о чем идет речь? Ну, первое, это действительно дополнение рыночной экономики плановому развитию. Я еще раз подчеркиваю, это не мобилизационная экономика, это не ситуация, когда издается приказ срочно начать производить это, запретить производить это, кто не сделает в тюрьму, или штраф, или санкции, или закрытие предприятия. Это плановое развитие, которое стимулирует определенные сферы. И здесь стимулируют другие. Планирование в рыночной экономике, его ключевые черты, я вам называл, просто сейчас коротко напомню. Для частного сектора обязательные задания в рыночной капиталистической экономике невозможно. Тогда это будет не рыночно-капиталистическая экономика. Это будет либо политическое, административное, волевое воздействие вследствие мобилизации, либо плановая экономика, но не капитализм, и не рынок. Что возможно? Возможно создание стимулирующих мер. Они отчасти сегодня используются, но это не элемент стратегического, хотя бы среднесрочного плана. Какие? Уже перечислены несколько раз. Налоги, кредиты, инвестиции, институциональная поддержка одних отраслей, соответственно, торможение других отраслей. Государственный сектор, в отличие от частного, даже в рыночной капиталистической экономике, может работать по плану. Здесь, опять-таки, принципиально важны не пожарные меры, а плановая модель перестройки государственного сектора. Скажем, может быть, какие-то государственные предприятия должны сворачивать работу. Другие, наоборот, расширять производство и изменять его профиль. Третье, вообще, создаваться заново. В некотором смысле можно использовать опыт по планированию государственного сектора, который был в Советском Союзе. Можно и должен использовать опыт, который был во Франции, в основном, после выхода из Второй мировой войны, в Южной Корее, и в Японии после выхода из Второй мировой войны. То, что я вам рассказываю, это опыт этих стран. Соответственно, решая эту проблему, для частного и государственного сектора мы задаем параметры достаточно плавного, но глубокого изменения структуры экономики и качества экономической деятельности. Изменения в области отношений собственности. То, о чем сейчас говорится очень много. национализировать, не национализировать. Если бизнес уходит из страны, западный бизнес национализировать, как национализировать? С выплатой и компенсацией? По какой цене? По остаточной стоимости или по рыночной цене? Или какую установит чиновник, получивший взятку? Или вообще просто так национализировать, ничего не дать? Соответственно, они тоже бы начнут все это национализировать, что у нас есть, где-то за рубежом, у нас очень немало предприятий, в том числе и банки и многое другое. То есть, запускать эту волну или не запускать? Но это самый маленький вопрос, не главный. Главный вопрос вообще, какую систему отношений собственности мы считаем оптимальной для российской экономики в условиях тех, которые есть и которые в ближайшей перспективе мы планируем. в данных условиях это проблема государственного сектора, где расширять или сужать развивать или нет государственное здравоохранение или наоборот его сворачивать, чтобы экономить и пусть те, у кого есть деньги, лечатся в частных клиниках, а те, у кого нет, соответственно, как могут народные медицины. На секунду отвлекаясь, есть такая шутка довольно грустная. Что такое народная медицина? Это когда люди, которые жили в среднем 30-40 лет, советуют людям, которые живут в среднем 70 лет, как им лечиться? Ну, такая немножко грустная шутка. На самом деле можно, конечно, пользоваться народной медициной. Иногда требуется современный препарат и хорошая диагностика. Итак, идем дальше. Значит, изменение структуры государственного сектора, повышение социальной ответственности частного сектора. То, что называется социализацией собственности. То есть, это две стороны. Государственная собственность ставится под контроль общества, а не чиновников, или не только чиновников, но и общества, правильнее вот так сказать. Не не, а не только. а частная собственность включает в себя ответственность собственника и участие работников в управлении. То есть, частная собственность не все может делать частник. Частник ограничен в правах собственности определенным образом. Государственная собственность, которая не чиновника обществом, при помощи тех или других каналов способна воздействовать использование этой собственность государственной собственностью сложнее кое-что уже говорил вам и мы лекцию читали про собственность специально про участие работников управления на предприятиях частной собственности государственной собственности проблем нет этот опыт очень широко извести в ряде самые европы представители трудового коллектива или профсоюза входит совет директоров с правом решающего голоса и с правом вето по социальным вопросам существуют целые системы начинает кружков качества на уровне бригады или цеха если говорить о промышленном предприятии до соответствующих советов по инновациям из членов трудового коллектива действующих на добровольных основаниях с премиями для тех кто предложил конструктивные решения и прозрачностью системы управления вплоть до прозрачности системы доходов топ-менеджер это капитализм просто несколько социализирован существует раздел такой специальный собственность обязывает это по 5 или 6 статья конституции скажем фрг я небольшой знаток конституции других стран ну вот этот пример я вам могу привести то есть собственник должен выполнять некоторые обязательства которые на него накладывает его собственность по моему я вам рассказывал то что в европе продают замки за 1 евро сказал мне нет значит один замок такой мне даже показывали когда германия на конференции стоит развалина посреди частью поля частью леса ну такой немецкий лес по нарушечный продается за 1 евро почему собственно не купить замок то за 1 евро ну да это вы его купите после чего вы обязаны в течение пяти лет его реконструировать то есть реставрировать по проекту который вам предложат историческое общество не потому которую вы хотите в этом замке вы сможете кое-где жить но при этом 45 дней в неделю обязательно пускать туристов во все помещения этого замка поддерживать его в рабочем состоянии тогда обязательно целый бед и попробую их не выполнили если ты собственник леса то ты не имеешь права его вырубать и обязан его содержать должном порядке если ты собственник пахотной земли то ты должен ее использовать как пахотную землю не имеешь право на не вести строительство или запустению тоже для земля не должна подвергаться и масса вот таких вещей не говоря уже об экологических ограничениях там правил условий труда и так далее то есть очень много ограничений для частной собственности которые работают в европе восстанавливаются замки в них пускают туристов у нас была конференция к шлагенбаде германии недалеко от франкфурта нас возили в замок кормили обедом частный замок нас по нему водили значит во всех комнатах ну за исключением там пристройки вот где они живут после 7 вечера они живут могут жить в замке если хотят и самый хозяин я просто делал маленькую паузу чтобы жесткую сегодня лекцию читаю вам как грустную не марк то же самое читает социализация собственности следующий компонент которого постоянно говорим вот этого глубокого реформирования экономики которым я не могу не сказать связи с проблемой так называемой мобилизационной экономики это вопрос о мире социального неравенства если сегодня идет речь о том что мы должны быть солидарны в отстаивании общенациональных интересов нашей страны и обеспечивать приоритет общенациональных интересов то дальше во первых надо уточнить как это соотносится с экономикой если экономика рыночно-капиталистическая то эта экономика формирует приоритет частного и эгоистического интереса на просто по-другому не работает если вашим интересом будет солидарность вы не будете участвовать в конкуренции если не будет конкуренции не будет рыночной экономики быть плановой экономик социалистической экономикой если ведь солидарность будет насаждаться при помощи насилие будет азиатской деспотии когда всех заставляли строить растительную систему иначе убивали или там как-то еще наказывает но в любом случае от не будет рыночная система то есть рыночная экономика по сути это то что противоречит солидарности едином и приоритет общенациональных интересов они могут обеспечиваться за счет регулирования за счет механизмов социализации собственности за счет еще чего-то в экономической они могут вопреки экономическим законам вводится вот этими мобилизационными мерами обязан сделать не сделаешь штраф арест ликвидация предприятия еще что туда не могут насаждаться политическими мерами если так не действуешь то ты рыночную прибыль получаешь но мы тебе говорим ты не можешь быть членом правящей партии потому что ты нарушаешь 5 вот эти самые правила тебя из партии сгоняют соответствующие воздействия да те они принимают в обществе ты занимаешься рыночной конкуренции это увеличиваешь прибыль они решаешь и общественные задачи тебя позволят на телевидении говорят вот ты предприниматель даты миллиардер да уважаемый миллиардер почему-то я купил новый самолет и не купил все что нужно для страны кстати интересный вопрос почему наши миллиардеры не пожертвовали хотя бы там 10 процентов или там пять процентов или один процент от своего состояния в сотни миллиардов долларов то чтобы обмундировать армию если они такие патриоты или они не патриоты или они вообще исключены из этой проблематики но это уже классовый подход к проблемам солидарности и так значит экономические механизмы должны каким-то образом создавать базу этой солидарности и приоритет общественных интересов минимальная предпосылка ну я уже говорил какие до 5 собственность планирование тогда но минимальная предпосылка для этого снижение меры социального неравенства условиях когда в россии сохраняется уровень социального неравенства в два раза выше чем в европе чуть печь что в одну целую восемьдесятых раз обеспечивать солидарность стране достаточно сложно я еще предельно корректно выражаешь да вот таким образом складывается система которая горит о возможности глубокого реформирования экономики который будет пока оставаться вот в рамках данного проекта она будет оставаться рыночно капиталистической но другой рыночно капиталистической некоторые подвижки позитивные на этом пути возможно качественных решений на мой взгляд обеспечить не удастся осуществить эти меры можно при еще раз говорю проведение реформ без политических революций экономических тоже экономическая революция это качественные изменения системы экономических отношений институтов политическое качественное изменение политической власти не переворот верхушечный а другая модель политической власти представляющий интересы других социальных сил в условиях когда эти проблемы не решаются система даже при мобилизационной экономики может войти в как бы сказать нестабильное состояние и ведь это все может привести к углублению внутренних противоречий вот исторический пример от российской империи 1913 год на первый взгляд одна из передовых стран мира очень много сейчас расскажет про то какой замечательный было бы россия если бы эти большевики не совершили государственный переворот маленькое историческое отличение еще раз во первых после тринадцатого года была мировая война которую не большевики устроили и надо смотреть какой была россия в конце 1916 года россия с продразвёрсткой и соответствующими проблемами царского двора когда как проблема убийства распутина был общей национальной задачи это раз два царскую империю разрушили небольшие веки была установлена власть временного правительства кстати попутно по поводу как единство российской империи то же самое в эпоху временного правительства украина и представители украинские во временном правительстве настаивали на отделение украины то же самое было за кавказе финляндии а польша просто уже вообще выпало из российской империи в результате войны то есть россия как единство прежней территории во времена временного правительства хоть уже было не российской империи распавшийся на части не цели не централизованной страной киренского украина средняя азия закавказье мягко говоря не слушали то есть система распалась до большевиков большевики кстати и наоборот собрали на основе классовой солидарности потому что население этих регионов понял что вместе лучше понял в результате войны и многого другого гражданской присоединялись действительно добровольно тогда силы в насильстве на 5 задавить не было просто центр вследствие просто потому что большевики побеждали в этих странах то есть в этих окраинах как тогда говорить это попутное отвлечение да значит вот это один сценарий порой сценарий надо искать какой будет другой чтобы не было этой ситуации пока в данный момент остается сценарий еще сгорю реформировать я лично был бы сторонником социалистического проекта которые реализуются мирным демократическим путем это оптимальный желаемый вариант знаете как когда вступаешь брак наверное всегда мечтаешь о том что проживешь вместе миллион лет счастлива без скандалов измен проблем и таким будешь когда тебе будет миллион лет мне повезло я прожил 40 лет и до сих пор и читаю стихи вот вообще такое бывает не всегда поэтому с одной стороны я оптимист и считаю что мы возможно все таки вот это замечательная модель но другой стороны она реализуется не всегда в принципе победы социалистических сил и начал движения к социализму не просто реформирование в мире происходит регулярно латинской америке регулярно побеждают силы которые поглощают свои цели в движениях социализма побеждают на выборах президентских или парламентских венесуэла боливия не сальвадора кто-то еще забыл сейчас недавно было в латинской америке тоже на выборах движение к социализму гондурас извините пока для россии я такую перспективу не верю к сожалению но это скорее к нейтральная характеристика того что у нас сейчас происходит в контексте истории и кати общетеоритических соображений а мобилизационной экономики не слишком оптимистическая лекция но я его все возможным и необходимо прочитать